Проведение массовых мероприятий. В работе этой программы по нестиве руководства национальной полиции Украины совместно с Европейской консультативной миссией Евросоюза и полицией Чешской Республики проводились тренинги полиции в отношении работы переговорщиков во время проведения массовых мероприятий. В разработке концепции учитывалось опыт европейских стран, группы коммуникаций, их называют АКТ, антиконфликтная группа, которая начиналась в Федеративной Республике Германия, Чехии в 2005-2006 год. В дальнейшем эта практика была принята другими европейскими странами и пользуются уже много лет и на многих массовых мероприятиях в Европе. Эта практика и этот опыт увеличиваются в позитивную сторону. Реализация на Украине началась с марта месяца, город Львов, Харьков, Одесса. Следующий этап пилотного проекта начинает свою работу в городе Николаеве, ровно в Хмельницком, Полтаве. В конце января месяца сотрудники Управления превентивной деятельности спецподразделения оперативного призначения ГУНП принимали участие в обучении, проведении тренинга в городе Одесса, получили соответствующие сертификаты. И по указанию национальной полиции с 20 марта на территории Николаевской области начинает работать этот проект переговорщиков. Основными задачами этих групп переговорщиков есть апробация на территорию Украины европейских стандартов в сфере обеспечения массовых мероприятий, защиты, обеспечения правопорядка, безопасности граждан, участников мероприятий во время проведения сборов и массовых мероприятий. Вы, наверное, все знаете, что согласно действующему законодательству Украины статья 39 Конституции Украины предоставляет право гражданам мирно собираться, проводить митинги демонстрации, походы, заблаговременно предупредив об этом органы власти. В этой статье используется положение, закрепленное в статье 11 Европейской конвенции защиты прав и основополагающих свобод граждан. Но статья 39 Конституции Украины предполагает защиту норм каждого человека. Конституция Украины предоставляет это право только гражданам Украины. За нарушение, скажем так, норм законодательства у нас предусмотрена административная статья это 185 со значком 1 нарушение порядка проведения массовых мероприятий и уголовное 293 групповое нарушение общественного порядка. Практика последних лет с 2013 года этой статьи уже не применяется, скажем так, в больших количествах. И практика наших судов тоже перенимает опыт европейских стран. Суды уже не запрещают проведение массовых мероприятий. Они, точка зрения, необходимо соблюдать права всех желающих, высказать свое мнение, высказать свое отношение к ситуации. И правоохранительные органы должны обеспечить всем желающим это право. Даже если, скажем так, была практика до 2013 года, если в одном месте проводятся массовые мероприятия, только через решение суда можно было или запретить, или ограничить, или поменять места проведения массовых мероприятий, для того, чтобы не было, скажем так, стычек разнополярных групп населения. Сейчас полиция, используя европейских стандартов, вынуждена находиться между этими участниками разнополярных и принимать все необходимые меры для того, чтобы во время их акций не было никаких конфликтов, не было стычек. В принципе, все, наверное, часто были на таких массовых мероприятиях, это разносторонние слои населения. Были конфронтации, полиция вмешивалась, разводила по сторонам и старалась не допустить массовых беспорядков. В рамках реформирования национальной полиции, в штатах территориальных райотделов были сотрудники охраны общественного порядка, отделы охраны общественного порядка. В связи с реформированием данные отделы были сокращены, только в главных управлениях есть отдел управления правительной деятельностью, правильная общественная безопасность, есть отдел массовых мероприятий, в котором я занимаю должность руководителя. В штате 4 сотрудника, которые собирают информацию, организовывают массовые мероприятия по всей области. Естественно, что мы большую часть обхватываем город, областной центр, потому что мы тут ближе. Но если какие-то проводятся резонансные мероприятия в области, то тоже приходится выезжать. То же самое обеспечение резонансных судов, рейдерские захваты какие-то. Тоже суды, я думаю, сейчас Врадьевка, проведение судебных тяж по сотрудникам Привозерского отделения полиции. По Братскому у нас маслозавод, спорный объект. Тоже приходится выезжать, разруливать ситуацию, чтобы не допустить конфликтов между одними и второй сторонами. Согласно приказу начальника главного управления по Николаевской области, 20 марта была создана рабочая группа, группа коммуникаций, в которой были включены сотрудники управления премиативной деятельности, сотрудники пока городских территориальных отделов полиции, Центральный, Регульский, Заводский, Корабельный, сотрудники управления патрульной полицией с каждого батальона, сотрудники оперативных подразделений оперативного назначения, это спецроты и батальон Николаев. Для того, чтобы в своей деятельности по необходимости они были также задействованы на массовых мероприятиях и могли также выполнять свои функции, функции групп коммуникации во время несения службы. Основными задачами групп коммуникаций есть сбор информации о благоведении массовых мероприятий, рассчитывание риска этого мероприятия, взаимодействие с организаторами и взаимодействие с участниками мероприятий, оказание помощи организаторам в организации мероприятия, в его проведении недопущение, недопущение отстранения от возможных конфликтов. И если во время массового мероприятия возникает какая-то конфликтная ситуация, чтобы ее можно было избежать, обратившись к сотрудникам или полиции, или к сотрудникам групп коммуникаций, для того, чтобы устранить, погасить то пламя, пламя злости между участниками мероприятия. Иногда бывает у каждого человека свое мнение, свое отношение. И когда проводится, грубо говоря, какое-то мероприятие, обязательно кто-то пройдет и начинает подстрекать людей или вызывать на себя ожесточенное отношение к участникам мероприятий. Для того, чтобы этого не избежать, для этого сотрудники групп коммуникаций будут вмешиваться, будут объяснять правонарушителям или людям, которые будут мешать мероприятиям, то, что каждый имеет право высказать свои отношения. Если вы хотите что-то доказать, то это все должно быть мирно в грубстве.